Приветствую вас и, отвечая на ваш вопрос, я бы хотел определить с вами то, что является ключевым аспектом вашего возображения. Знаете, в чем дело? То, что у вас не приносим к ним, это следствие того, что у вас идет из вашего опыта, прошлого, как вам уже сказала моя коллега. Они предстают, обзываются материалом и запортят настроение. Но, вопрос, а почему вы позволяете себе, этим людям, портить настроение? Почему вы позволяете им, условно говоря, влиять на ваше настроение? Почему? Вот в чем вопрос, на мой взгляд, основной. Понимаете? Это является самым важным. И если вы позволяете этим людям портить вам настроение, то дело не в них, а дело в вас. И поскольку объективно, поскольку объективно они никуда не уйдут, я имею ввиду алкаши. Они никуда не денутся, они не исчернутся, к сожалению. Вот. То, соответственно, нужно вам постараться подумать, как сделать так, чтобы не быть настолько сильно зависимой от них. От удачи я имею ввиду. Потому что, если мы с вами приходим к выводу о том, что они алкаши не уйдут и не исчернут, то получается, факт их наличия является объективным. И я уверен, что они не только к вам пристают. Я уверен, что они не только вас нервируют. Но то, что вы нервничаете, связано именно именно с вами, с вашей проблемой. Может быть, это идет в детство. Может быть, это связано с негативным опытом, вашим негативным опытом в жизни. может быть, что-то еще. Я полагаю, что здесь можно только гадать, но тем не менее. негативным 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 нужно подумать, что они в вас задевают. Подумать, какие мысли к вам приходят из-за них. И тогда, когда вы увидите, какие мысли к вам из-за них приходят, вы сможете путем ассоциаций понять, что же именно вас они задевают. И тем самым избавиться от негативного влияния этих людей на вас. Но сами для начала подумайте вот о чем. По крайней мере, постарайтесь подумать. Не потому ли вы на них злитесь, потому что это для вас довольно низкий, довольно неприглядный, неприемлемый сорт людей. То есть вы считаете этих людей второсортными. Наверное. Тем не менее, то, что вы считаете их второсортными, они на вас влияют. Они на вас, действуют. И то, что вам нужно понять сейчас, на данный момент, это только то, что ваша реакция на них, это ваша ответственность. Это ваша ответственность о них в том, что вам плохо. они предстают материалам обзываются, потому что у них проблемы. Они предстают обзываются и материалам по той же причине, почему они стали алкашами. додумывались ли вы о том, почему люди становятся таковыми? Додумывались ли вы о том, почему они, эти люди, становились алкоголиками, всем это связано? Подумайте, подумайте. непереносимость это лично. Нетерпимость это убеждение, что определенных людей не должно быть. И то, и то существенно усложняет жизнь только вам. И если вам это мешает, то и вам же следует с этим отобраться к себе. и постараться принять мысль о том, что непереносимость связана с вашим личным опытом, по сути, это предубеждение, что где-то, где-то, когда-то, как-то у вас, видимо, был неудачный опыт, связанный с тем, как вы взаимодействовали с алкоголиком. И теперь вы всех алкоголиков ваше это дело ну приписываете приписываете вот к одной и той же модели поведения. вполне возможно, что к вам они пристают, потому что вы ведете себя так. Вы вроде заживающие, а как известно, пристают к тем, кто боится. Пристают к тем, кто опасается. и вопрос сразу возникает, а почему вы опасаетесь. По поводу настроения, по поводу настроения, хотел бы вам сказать еще то, что если оно у вас хорошее, настроение, я имею ввиду, что вам никто никогда его не испортит. Если у вас настроение не очень хорошее, или если вы не уверены в себе, как сказал вам мой коллега, то соответственно вам его испортит кто угодно и что угодно. Но это опять же это опять же ваша реакция и это опять же ваша ответственность за то, что происходит. Это не ответственность кого-то или кого-либо еще. Поэтому для того, чтобы не обращать внимания, нужно понять, почему вам не все равно на этих людей. Вследствие чего ваша энергия реализуется вот в подобную непереносимость к тому, что какие-то люди пьют, пристают к вам и так далее. Но я ощущаю, что это неуверенность в себе может быть страх. Страх, например, перед беспомощностью. С этим можно работать и нужно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!